На городском горизонте маячит новая маршрутная сеть. Вопрос комплексный, который затронет в первую очередь тех, кому предстоит пользоваться этим транспортом горожан, а в их же лице потенциальных пассажиров. Представители Минтранса, стройпроекта и активисты Народного фронта стараются активно информировать население. Горожане могут задавать вопросы и влиять на новую маршрутную сеть на стадии планирования. У нас планируются и выездные заседания в каждый район города для того, чтобы мы верифицировали непосредственно жителями, которые живут в том или ином районе, и чтобы они нам подсказали, а как лучше построить сеть, какие проблемы они смогут испытывать или уже испытывают в настоящее время. Тем самым у нас будет дополнительное время доработать. Уже поступило за последнее время, как только мы приняли работу от заказчика, это был декабрь, по сегодняшний день это тысяча обращений, и оно постоянно поступает, и мы с ними работаем. Некоторые обращения разработчики уже приняли и доработали маршрутную сеть, учитывая обращения горожан. Планируется работа с молодежными организациями, студентами, профсоюзными организациями и предприятиями, однако пока только в онлайн формате. Однозначно должно быть информирование максимальное, но как известно, что недостаток информации рождает слухи и недопонимания. Поэтому мы просим и правительство, и менторанцы, и разработчиков информацию давать подробно, системно, для того, чтобы было понимание. И не просто было понимание, а еще нижегородцы могли бы предложить что-то на этапе разработки. Жители гломерации могут задать свои вопросы и узнать все интересующее на пресс-конференции. Кроме того, готовится цифровой портал новой маршрутной сети. С его помощью жители смогут определить оптимальный путь поездки. К тому же планируется запуск горячей линии и тиражирование газеты. Служба информации Никита Кригорьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова